Приветствую вас. Я думаю, что для психологов ваш вопрос очень маленький, очень нераскрывающий суть проблемы и очень общий, то есть, ну, обезличивающий вас. Поэтому мой ответ будет также общим, вот, без учета ваших индивидуальных особенностей, вашей уникальной ситуации, что, конечно, является очень грубым нарушением в работе. Для начала нужно понять, что вас вывело из гармонии, то есть, нужно серьезно понять, что вывело, что выбросило вас из состояния гармонии. Почему вы потеряли гармонию? Из-за расставания с мужчиной. То есть, не мужем, да, а мужчиной. Да. Это означает, что вы к мужчине чересчур привязались. Это, скорее всего, означает, что мужчина вам слишком сильно нужен. Вот. Это означает, скорее всего, что с мужчиной было связано очень много для вас важных моментов, очень много для вас важных переживаний, очень важных для вас, по-видимому, планов каких-то было связано. С этим человеком. Вот. Из-за чего, собственно, и возникли данные проблемы. Из-за чего возникла данная проблема, собственно говоря. Вот. А если это действительно так, то и работать, в первую очередь, нужно с тем, чтобы понять, что, собственно говоря, происходит между вами. И, когда будет это понятно, когда будет понятно, что, ну, что с вами произошло, что между вами произошло. Тогда уже, на мой взгляд, можно будет говорить о том, как и что можно сделать, чтобы вы чувствовали себя лучше. То есть, пока непонятно вот эта вот сама ситуация. То есть, у вас были отношения, вы в отношениях находились, потом что-то произошло и, соответственно, вы расстались. Но вы это расставание пережили очень-очень тяжело, переживает тяжело. Вот. И, с одной стороны, это нормально, потому что, в общем-то, ничего позитивного нет в том, что вы расстались с, ну, с мужчиной. Вот. С одной стороны. С одной стороны. Но, с другой стороны, ваша реакция, она явно такая, чрезмерная, да, то есть, чрезчур. Вот. 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 Это не просто грусть какая-то, да, вот, которая может возникнуть в результате того, что вы расстались с мужчиной. Вот. Вы потерялись, это для себя важно. И вот, пожалуй, наиболее качественно, наиболее проще, наиболее просто вам будет для себя понять, что произошло через эмоцию потери. То есть, через то, вот, что конкретно вы потеряли с мужчиной с укором человека от вас. Вот. Если вы для себя этот момент откроете, если вы для себя этот момент увидите, то вам будет гораздо, вам будет сильно проще понять, что делать дальше. То есть, по крайней мере, вы сможете скорректировать своё поведение так, чтобы, ну, чтобы компенсировать. Тот негатив от расставания, который у вас есть, ну, сейчас, на данный момент. Вот. Что же касается гармонии, что касается гармонии, то здесь, на мой взгляд, важно понимать, что гармонию вам нужно найти будет. самостоятельно, потому что это ваша гармония, и чувство гармонии также ваше. Поэтому найти гармонию нужно вам самой. Мы вам в этом можем помочь, и поможем, если вы позволите, конечно. Но найти гармонию всё же нужно будет именно вам. Именно вам, потому что мы не можем знать, что именно для вас и чем, чем, чем именно для вас является гармония. Мы даже сейчас не знаем, как так вышло, что вы её потеряли. Вот. На гармонию есть много взглядов, в частности, мой взгляд заключается в том, что гармонию нельзя потерять. И потерять, если она есть. Вот. То есть, по моему мнению, по моему мнению, невозможно потерять гармонию, если она когда-то была. Поэтому, скорее всего, у вас не было гармонии, скорее всего, у вас была видимость гармонии. Вот. Не хочу, конечно, чтобы вам было от этого неприятно, но тем не менее. И, соответственно, если это действительно так, то ситуация получается лишь отдалённо связана с мужчиной, с тем, что вы расстались. Вот. И ситуация связана, видимо, с чем-то другим, более глубинным, более глубоким. Вот. Например, с тем, как вы, как вы, допустим, себя профессионируете. Например. Например. Ну, это только как, только как вариант, один из вариантов. Вот. Соответственно, вы себя позиционируете, как уязвимое, уязвимого партнёра, да, да. То есть, чувствуете себя уязвимым. Например. То вот. Да. В таком случае. Конечно. То, что вы, то, что вы, ну, столкнулись вот с этой ситуацией, в общем-то, ничего удивительного в этом нет. К сожалению. Напротив, наверное, было бы странно, если бы вы не столкнулись с этой ситуацией. То есть, в этом, в этом случае, да, вот, в случае, когда такая ситуация происходит, рекомендации достаточно однозначные. То есть, я думаю, больше внимания, больше времени уделять именно себе, именно своим желаниям, своим целям, своим потребностям, своим, вот, всему тому, что касается лично вас. Вот. И, наоборот, стараться исключать из своего внешнего, как бы, окружения всё то, что не идёт в, ну, идёт, не идёт вам на пользу, на пользу, в общем-то. Я понимаю, что это не всегда возможно, понимаю, что это не всегда получается, я понимаю, вот, но, тем не менее, тем не менее, это необходимо сделать. Без этого ситуация просто будет раз за разом снова и снова постараться до тех пор, пока вам не станет ещё хуже. Ну, либо, или пока вы не поменяете свою модель поведения, скажем так. То есть, тут, как бы, никто никого не заставит, да, то есть, понятно, что мы вас не заставим, да и я не думаю, что это нужно вас, ну, вас заставлять. Вот, я не думаю, что это хорошая идея вас заставлять делать что-то, особенно, если, если, ну, особенно, если вы не хотите вот этого делать, да. Ну, вот, но, тем не менее. Ну и, конечно, вот, вот, тот факт, что вы, по сути, такую достаточно серьёзную проблему, вы выделили такой очень, очень коротенький вопрос, да. Вот, это тоже, конечно, вызывает некие сомнения в том, насколько вы серьёзно хотите разобраться в этой ситуации. Вот. Потому что развод, ну, любой развод, да, отставание, развод, психологический развод, это всегда достаточно тяжёлая история. Вот. И, как бы, ваши переживания, они ясны. Они ясны, они понятны. Вот. Но это не означает, что вам нужно оставаться в этом, что вам нужно продолжать находиться в этом. Это не означает, что вы не должны ничего делать. То есть, опять же, если вы хотите с этой ситуацией разобраться, то нужно более подробно ввести, ну, ввести, ввести вот нас, к примеру, в курс дела, чтобы мы, чтобы мы понимали, что происходит, чтобы мы понимали, что с вами, чтобы мы понимали, что вы сейчас переживаете, какая вот эта вот предыстория и все мы можем вам помочь, что мы можем для нас сделать. Вот. Вот. А вот, в принципе, наверное, наверное, так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Я надеюсь, что вы сделали или сделаете для себя какой-то вывод. Я надеюсь, что вы выберете себе психолога для того, чтобы специалист вам помог. Вот. Ага. Зададите себе вопросы, которые я вам задал, это тоже очень важно. И если бы была ситуация постепенно на вас. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...